Спасибо за отемные слова, где-нибудь здесь все друзья. Валерий Павлович умудряется собирать только друзей. Он не конъюнктурный человек, он не, скажем так, не старается держаться ближе к власть придержащим, к каким-то большим деньгам, он просто любит порядочно, талантливо, хороших людей. Поэтому, Валерий Павлович, я даже не знаю, конечно, и от журнала «Жены офицеров», в котором вы тоже в редакционной комиссии. И я бы хотела даже от материи России, от сенаторского нового движения, поздравить вас с 60-летием и сказать, что это молодость для мужчины, ну, почти как и для женщины, да? Потому что это зрелость. Это зрелость творческая. Это зрелость мужества. Это зрелость профессионализма. Вы успели многое в жизни. Вы стали полковником и защищали нашу Родину, как, впрочем, защищает и сейчас, не только границы реальные на карте, но и с точки зрения воспитания молодого поколения в духе патриотизма. На этой стезе вы делаете очень много. Вы член союза журналистов. Вы бард. Вы замечательный поэт. Вы вырастили детей и посадили столько деревьев, что, наверное, как минимум на целую березовую рощу наберется. Поэтому все, что я хочу пожелать от нас, от всех, дальнейшего расцвета вашего таланта, здоровья, чтобы глаз всегда горел, как в метро, да? В песнике метро. Если вам сегодня есть конс, будет замечательно. Поэтому низким вам поклон. И, я думаю, будет приятный подарок, напоминающий вам о Германии. Поэтому я сейчас, с вашего позволения, подойду и передам вам в этой коробочке очень красивую вазу из традиционного немецкого фарфора, который, собственно, дополнит тот сервиз, который у вас в доме есть. Спасибо. Спасибо.